Дорогу подняли, нас допит. Не надо, лучше не надо. Я в болотниках здесь ходил. Чип-чип-чип-чип. Что, не так, что ли? Вы начинаете оскорблять первый. А кто платить будет? Кто мне деньги возвращает? Дайте денег. Проще простого. И никому дела нет. Никто не может так по щелчку раз прийти и все сделать. Крупская-4, потопление дома. Ну, вот это сам дом. Вот плавает печка. Вот плавают полы все. Весь дом в воде. Приехала МЧС, приехала администрация железнодорожного района. А больной плавает на кровати, по колено в воде. Это видео было сделано на улице Крупской после нескольких дождливых дней. В этом доме живет Григорий Васильевич. Как дела у вас? Я инвалид целой группы. Свина? Что? Все это время, небось, дома находились. Я все время дома. Хоть и вода была. Сидел. На полу 15 сантиметров. А вода сколько дней стояла? Три дня. Ушла вода, но не ушла проблема. Вот сейчас еще сливаете, да? Качается. Ну, много воды, я смотрю. Все идет в сторону школы, которая, кстати, по соседству находится. Я приезжаю, только помогаю. Как инвалид. Вы брат Григорий Васильевич? Да, да, да. Два раза приезжали в МЧС, откачивали полностью дом. Потому что первый раз затопило, откачали. Второй раз приехали день, опять откачали. Вот они три дня приезжали, откачивали. Вот сейчас своими насосами только и качаем из погреба. И два насоса с огорода. Проблемы существуют у меня с октября месяц. Проблема с чего началась? Директор школы взял, засыпал кует щебенкой. Чтобы вода не шла к нему в школу. Уровень воды, вот его видно. Вот, вот он что-то, он провалился просто. Подняло его и провалился. И это вот от одного подтопления? Да, он подняло все и все, обрушилось туда. Я смотрю, там много людей уже собралось, а мы что-то пропускаем все. Местные жители обвиняют директора школы в том, что он засыпал сливную канаву. Здравствуйте, вы директор? Директор. Олег Валерьевич. Ну, пойдемте, начнем с истоков. Самовольно вот эта вот канава построенная, она начинается с улицы Крупской, с самого начала. Заканчивается улица Крупская зданием школы 66. Все туалеты находятся на улице, и вся вода с улицы Крупской, все идет на территории школы. На территории школы существует гидротехническое сооружение, которое называется «Канализационный отвод воды», принадлежащий организации «Горводоканал», не приспособленное для отвода сточных вод. Она уходила вот здесь, дорожки не было, и туда уходила в куэт, в речку. И не надо. А вы взяли, засыпали, все. Мы никогда по дому не ходили в сапогах. Какие были ливни, небоскребы там падали, тунгусские метеориты пропадали. Никогда не было воды в доме. Она всегда стояла. Это прекрасно стояла. Она не просто стояла. Она не надо говорить. Из года в год выпрошил свои школы. Либо вышли, когда будет так. Решение проблемы – это важнее. Для этого мы, кстати, здесь все и собрались сейчас. Я просто хочу заострить внимание, что этот колодец является собственностью МУП города Хабаровска «Водоканал». И он запретил директору школы сбрасывать туда сточные воды. Я обязан сохранять жизнь и здоровье детей. Потому что воды, которые несутся со стороны улицы Крупской, со всех приусадебных хозяйств, несут действительно различные возможные вирусы, различные бактерии, различные болезни, чума, холера, все что угодно. Холера, чума туда идет, защиту детей. Прикрываются дети просто. Людям насрал. Просто человечество. Медив, тушу. Школа страдает от воды. Мы тоже пострадавшая сторона от этой же воды. От этой воды. Ливневка, которая шла с частного сектора, мимо школы, она располагалась под этой дорогой и благополучно уходила туда. Так вот, несколько лет назад здесь была реконструкция дороги по улице Горького. И уровень был ее поднят выше. Видимо, труба, которая лежала под дорогой, ее тоже засыпали. И все. И получается, у нас вот здесь вот, можно сказать, водоотводная канава. И все уходило на территорию школы. А сейчас что делать? Пока проблема решается. Пока идем вместе терпим. Если взять четыре узбека, они выкопают вот такую маленькую канаву. Без проекта всякого. Вот туда. Там речка. А кто платить будет? Вы знаете, если взять еще такой, есть мини-трактор, который вот такой вот, типа, 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 типа. Я соберу, сбегаю по всей улице, соберу деньги. И не надо мне согласовывания. Сейчас для того, чтобы решить эту проблему, комитет по управлению дорожным районам запланировал устройство водоотводной канавы по улице Крупской. То есть получается, что у нас вода будет по канаве, которая расположена вдоль улицы Крупской, уходить в ливневую систему, которую планирует управление дорог сделать в ближайшее время вдоль улицы Горького. Предлагаю обратиться в управление дорог и внешнего благоустройства мэрии Хабаровска. Предусматривается расширение проезжей части улицы Горького. Информация о необходимости устройства водоотвода в районе улицы Крупской направлена в проектную организацию для подготовки проектного решения. Ориентировочный срок получения заключения госэкспертизы июль 2021 года. После подтверждения смертной стоимости объекта будет рассматриваться возможность выполнения работ по реконструкции на условиях за финансирование из краевого бюджета. Мы не занимаем чью-то сторону, а пытаемся найти решение проблемы на месте. Вы можете связаться с нами по номеру телефона 8 929 442 12. Присылайте фото и видео нам на WhatsApp и отмечайте в Инстаграме наш аккаунт. Сегодня с вами были Наталья Приходько и Константин Пестерев. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА